Заседания общества краеведов Ленинского городского округа проходят регулярно. На встречах члены объединения подводят итоги своей работы и ставят новые задачи. День и ночь практически занимаются тем, что восстанавливают историческую истину. Им интересно и очень важно нечто из истории откопать, найти, показать нашим детям. Людям, которые сегодня живут на земле Ридновского края, как оно было, откуда пошла та или иная нить. Мы собираемся и обсуждаем, какие-то вырабатываем идеи, планы, ну и естественно смотрим немножко вперед. Главной темой очередного краеведческого семинара стала удивительная история семьи из Ленинского городского округа. Уроженец села Остров Василий Шариков, погибший в годы Великой Отечественной войны, для своих родных был без вести пропавшим. Но благодаря работе поискового движения обнаружен его солдатский медальон. Потом участники отряда нашли внучатую племянницу воина Галину Астахову. В островском магазине мне оставили записку о том, что меня разыскивают поисковики. Оставили телефон и просили связаться с ними, чтобы рассказать о том, что при раскопках, при поисковых работах были найдены останки моего деда. Был найден медальон, он сохранился до наших дней. В нем была смертная записка, написанная рукой Василия. Ее удалось расшифровать к нашему счастью. На семинаре присутствовала еще одна внучатая племянница Василия Шарикова, Надежда Ивушкина. Вместе с сестрой они подробно рассказали собравшимся об этом событии и торжественно передали медальон их деда в музей историко-культурного центра. Такой предмет пусть хранится в музее, чтобы другие люди видели. Для наших потомков останутся фотографии и записи. Также на встрече подняли вопрос о дальнейшей судьбе водонапорной башни на Заводской улице. Выступающие рассказали об особенности этого архитектурного объекта, представили архивные документы. Также в ходе семинара краеведы обсудили возможность сохранения башни как исторического наследия для потомков. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.